Но вообще сейчас возвращается длина по колено, о боже, деловой образ и делать его, как говорится, немножечко в стиле Джека Воробья. Эта сумка не черная, наконец, потому что все любят осенью надевать черный цвет и вперед на всю зиму. Можно так сказать, гуччи на минималках, мы так это назовем сегодня. Друзья, всем привет! Меня зовут Анна Германовна, я персональный стилист. И сегодня речь пойдет о онлайн-шоппинге. Занимайте места на своих любимых диванах, креслах, кроватях, где бы вы ни находились. Шоппинг онлайн – это известная всем терапия. Мы сегодня займемся такой с вами терапией, но, конечно же, не бесцельной. Мы будем искать классные новинки осени в разных масс-маркетах. И речь пойдет не только о российских масс-маркетах. Я буду заглядывать и в Zara, и в H&M, и Mango, но он, в общем, доступен и в России тоже. Самое главное, вы посмотрите, как стилист выбирает вещи, на что нужно обращать внимание, что меня зацепило в каких-то вещах, и что я рекомендую вам для того, чтобы вы, возможно, что-то включили в свой гардеробный рацион на эту осень. Итак, если эта тема для вас интересна, то продолжайте смотреть. Итак, начнем с вами с манго, потому что манго доступен и за рубежом, и в России, поэтому будет интересно смотреть всем, кто у нас из новинок. Продолжается еще летний сезон, такой в межсезонье, которое, конечно же, во многих регионах еще совсем такое летнее. Но мы сразу же видим здесь тенденции, которые сейчас, грядущей осенью, становятся популярными. Это стиль 70-х. Это пробогемиан стиль. Легкие верха, какие-то натуральные цвета и романтизм. В фасонах это все тоже у нас прослеживается очень легко и просто на заглавной странице сайта. И давайте перейдем к новинкам. Ну, он, собственно, так и называется, эта тема, Bohemian Muse. Я даже не заглядывала в название этой темы. Оказывается, вот она есть. Посмотрим поближе эту коллекцию. Очень красиво все, конечно, застилизовано. Здорово и великолепно. На что меня бы здесь привлекло? Ну, наверное, вот этот образ меня бы привлек больше всего. Почему? Потому что он, на самом деле, очень универсальный по разным причинам. Первое, это, во-первых, модная стилизация и вот это отражение стиля Bohemian Romantic стилизации. Я бы убрала вот этот металлический ремень. Хотя, конечно, для остро модной стилизации он здесь, наверное, необходим. И для нас с вами, для обычной жизни, джорсы, это вот эти шорты, которые надеты на девушке, сейчас безумно актуальны. Я бы немножечко убрала длину и посмотрела джорсы в других брендах. Возможно, там длина была бы лучше. Например, в BeFree очень много джорсов. Если вы в России, то обязательно заходите. Они наверняка еще есть на распродаже. И вообще в осенней коллекции там тоже что-то такое есть. Далее, что здесь меня привлекло? Конечно же, цвет рубашки и сам фасон. Давайте рассмотрим эту рубашку. Безумной красоты рубашка. Я даже не знаю, может, мне такая нужна. Какой у нее состав? 100% вискоза. Друзья мои, ну это надо брать. Это мы сохраняем. И мы создаем папочку. Это Pinterest, на котором я обычно собираю всякие доски для своих клиентов, для себя, вообще для работы. Пользуюсь им, вот как инструментом поиска на сайтах и сохраняю. Напишем осенний шопинг. И я скину под это видео ссылку на эту доску, где вы сможете найти все те вещи, о которых мы сегодня говорили. Чтобы мне не писать вот эти длинные полотнища списков вещей. Потому что их будет довольно много, я надеюсь, если мы успеем. И там вы сможете наглядно увидеть, что, как, где купить и приобрести. Так что ищите эту ссылку под этим видео. Ну классно, конечно, застилизовано с этими сапогами. Здесь я обращаю ваше внимание просто на цветовое сочетание. Что такой нежно-красивый, красивый нежно-зеленый цвет с денимом зеленой варки. То есть он тоже такой имеет тинт зеленый. И сапоги гармошкой. Здесь они вообще какие-то супер-мега модные. Это потому что они еще и высокие. То есть это еще и бадфорты. Можно здесь какую-то более спокойную форму сапог выбрать. И будет тоже все очень кайфово смотреться в итоге. Просто цветовое сочетание запоминаем. Так, верх у нас есть. Можно сказать, мы его сохранили, нашу досочку. Такую рубашку легко комплектовать с юбками. С юбками в пол, с романтичными юбками в белевом стиле. С джинсами, естественно, не только с такими остромодными вещами, как джорсы. Это вот эти самые шорты удлиненные. В общем, блузка зачетная. Мы ее берем. Далее. Полупрозрачный. Вот это очень красивый вообще комплект. Короткое платье с трикотажа. Но мне нравится именно эта двойка. Считаю, что вот это классная очень находка, которая может подойти тоже очень разным типам фигур. И я так понимаю, что это, смотрите, это платье, а это какие-то как будто штаны. Я что-то не понимаю. Подождите, а как так? Смотрите, вот еще есть штаны. Эти брюки. А, нет, это просто можно сделать вот такую двойку. О, кстати, еще одна комплектация для этой блузы. Очень красивая. С этими брюками. Трикотажные брюки просто бесконечной красоты. 77% вискозы. Классная двойка. Сверху может быть жакет удлиненный или укороченный. Оверсайз или приталенный. В общем, сохраняем в осенний шоппинг эту прекрасную находку. Это брюки. И сейчас мы вернемся к платью. Его сохраняем. С байкерской курткой, косухой. Может, это все тоже классно смотреться. В общем, очень классная находка. С каким-то очень большим весомым ремнем. Вспоминаем, что стилистика U2K очень популярна сейчас. Друзья, отличаемся ненадолго от нашего безумного онлайн-шоппинга. И продолжим его буквально через 2 минуты. Потому что хочу вам рассказать и поделиться с вами одной очень важной информацией, касающейся нашей с вами красоты. Не знаю, как вы, но я в своем ритме жизни не могу себе позволить каждую неделю, например, посещать косметолога. И это связано, конечно, и с финансовой стороны вопроса. Потому что на косметолога всегда нужны средства. Ну а еще мне нужно, естественно, время. И у меня его крайне мало. Поэтому я в своей жизни ввела некоторые рутины. И об одной из них я сегодня вам расскажу. Уверена, что многие из вас слышали о таком понятии, как морщины сна. Это заломы на нашем лице, которые образуются во время сна на боку или на животе. Создаются они абсолютно понятным образом. То есть вы ложитесь на подушку, у вас прижимается лицо. Образуются заломы и морщин, которых вообще могло бы не быть, образуются. Потому что сон это несколько часов, проведенный в одной позе или в нескольких позах. И это огромный отрезок нашего с вами жизни, который мы используем, понятное дело, для того, чтобы отдохнуть. Но еще есть очень классный вариант. Это естественным образом заботиться о своей коже лица. И это легче всего делать с помощью бьюти-гаджета, который значительно сокращает те самые морщины, о которых я начала говорить. Это подушка Beauty Sleep. Вот так она выглядит. Я ей пользуюсь уже довольно давно. И те, кто давно на меня подписан, знают об этом. И, возможно, вы заметили разницу. Но, конечно же, я сама замечаю, в первую очередь, разницу. И могу порекомендовать эту подушку с точки зрения профилактики морщин. И с точки зрения того, чтобы сократить вообще походы к косметологу. И перестать уповать только на использование крема, массажа, который, конечно же, никто не исключает. То есть продолжайте это делать. Но для того, чтобы закрепить результат, сделать его более продолжительным, то во время сна, конечно же, рекомендуется спать на такой ортопедической, между прочим, подушке с специальными выемками под щеки, которые как раз-таки и создают вот этот поддерживающий эффект, препятствуют образованию морщин и заломов на лице. А также с помощью этой подушки можно приучить себя спать на спине. Потому что спать на спине, это оказывается самая полезная поза для того, чтобы наше лицо было в прекрасном состоянии, не отекало и так далее. И вот эта подушка способствует привыканию. А также есть много других подушек, которые вы можете посмотреть на сайте Beauty Sleep, пройдя в описании к этому видео. У подушки есть съемный чехол, точнее, наволочка, конечно же, это и чехол, и наволочка. Их несколько. И одна из таких наволочек у меня сейчас на моей подушке, она обладает охлаждающим эффектом. Это специальный материал Tencel, который препятствует нагреванию, его быстрому нагреванию, и создает такой немножечко холодящий эффект. Это очень актуально во время летнего сезона, который еще продолжается у нас с вами. И даже зимой, когда, например, включают, врубают, я бы сказала, отопление, эта наволочка тоже может вам пригодиться. Если у вас тепло в квартире, то было бы приятно, наверное, ложиться вечером на прохладную поверхность и не переворачивать подушку каждый раз, когда она нагревается. Итак, подытожим. По результатам исследований у 87% пациентов эта подушка сокращала морщины сна, то есть они переставали быть глубокими. Вертикальные морщины на лбу, если у вас активная мимика, то вы знаете, о чем я говорю, сокращались при использовании такой подушки до 67%. И морщины вокруг глаз, а глаза это, как говорится, зеркало души, это то, что мы первое на что смотрим на лице, когда разговариваем при знакомстве, при встречах, мы смотрим чаще всего не только на само лицо, а конкретно на глаза. Такая подушка сокращает морщины вокруг глаз до 61%. Ну а еще Beauty Sleep специально для моих подписчиков подготовила для вас промокод Германова, дающий 7% скидку на все продукты на сайте Beauty Sleep. Проходите по ссылке в описании и заботьтесь о своей красоте комплексно. Так, далее идем. Очень красивые цвета блуз, но это платье из шифона, оказывается. Так, ну здесь на что хочется обратить внимание? На вот это ажурное боди. Оно, конечно, не для всех, но очень красивая вязка, очень красивый цвет. Мне еще нравятся здесь брюки из... Сейчас мы ее сохраним тоже. Мне еще нравятся здесь вот эти прямые кожаные брюки. Они кожаные, но вообще кожа сейчас действительно, как всегда, в общем, каждую осень у кожи очень актуальна. Но если у нас не хватает бюджета на кожу, то мы можем ее заменить. Чем правильно? Вельветом. Это будет тоже очень-очень правильный материал для того, чтобы выдержать тенденцию этой осени. Просто обращаю внимание на цвет, потому что цвет, конечно, безумной красоты. Сохраняем нашу подборку. На что еще хочется обратить внимание здесь? Это, конечно же, на животный принт, который есть и в блузе, например. Да, вот эта принтованная блуза классная. А на что еще? На джинсы-флееры. Флееры это буткат или клеш. Так их по-разному можно называть. И еще один из трендов это сумка хоба или баул. Очень красивая вот эта сумка безумной красоты. Мне кажется, она довольно комфортная. Ее можно, наверное, носить еще и как кроссбоди. Не только на плече, но и по диагонали. У нее какие-то очень красивые... Что это у нас? Это просто стадо, да. И это натуральная, по-моему, замша. Да, натуральная замша. Даже не переведено здесь на русский язык. Давайте эту сумку тоже сохраним в подборку нашу. Наш осенний шопинг-лист. Конечно же, этот осенний шопинг-лист необязательно покупать сразу вот так с наскока. Вы можете собрать на Pinterest себе досочку и потом поглядывать в нее. И если вы видите где-то какую-то похожую вещь, то вы, соответственно, ее покупаете. Там, где вам удобнее всего, когда вам удобнее всего и так далее. Что еще хочется из этих новинок посмотреть? Ну, конечно, сапоги, да. Более универсальный цвет здесь представлен. Это высокие бадфорты. Но они, мне кажется, супер-фэшн, как говорится. И я бы, наверное, предпочла в этом сезоне и попробовала, наконец, в этом сезоне сапоги цветные с какой-нибудь классной сомневалистичным принтом здесь вот под кожу питона, например. Мне кажется, что это супер-классный вариант для того, чтобы разнообразить какие-то абсолютно базовые платья, серые юбки или шорты, какие-то свитера или, не знаю, водолазки, да, простейшего цвета и принта. В общем, такого плана обувь станет стейтмент обувью в вашем гардеробе, в вашем образе. На себя будет много брать. Смотрите, сумку можно подбирать по цвет основного цвета фона этого принта. Но на самом деле здесь и черный, и коричневый, и какая-то наоборот будет очень яркая сумка, тоже хорошо смотреться. Например, какая-нибудь зеленая, но сложно зеленого цвета, например, бутылочного цвета, бордовый или хаки. Будет бордовый, да, и бордовый цвет тоже будет отлично смотреться. В общем, можно экспериментировать. Если у вас, например, какой-то очень выдержанный, сдержанный образ, то вот такая обувь будет отлично смотреться. Да даже если не сдержанный, друзья мои, не бойтесь, мне кажется, классно, можно ее обыгрывать. Далее едем с вами. Далее у нас аксессуары. На что я здесь обратила бы внимание? Мне что-то не очень все нравится. Мне кажется, это слишком все по-летнему. Наверное, я здесь ничего не выберу. Для себя. Возможно, вот такой ремень было бы неплохо. Собственно, и вот эта блуза тоже очень симпатичная блуза. Мне кажется, что она могла бы быть и для каких-то вечеров, прогулок, и с какой-то, опять же, легкого фактуры тканями. Сочеталось бы хорошо с юбками в белевом стиле, контрастными или похожего оттенка молочного или сливочного масла. И также с грубыми оттенками, такими как, я не знаю, деним, кожа и, конечно же, костюмные ткани, из которых сделаны какие-то нетривиальные вещи. Например, бермуды, шорты бермуды. С ними тоже было бы классно. Здесь, конечно, очень остромодная стилизация. Опять же, вот с этими вязаными трусами, которые сейчас тоже актуальны. Мы вдохновляемся, мы не брезгуем видеть и вкушать классные стилизации, классные, и нашу насмотренность развивать таким образом. Тем более, это масс-маркет бренд. Это уже адаптированная все-таки стилизация, которая может подойти не каждой, но зацепить должна всех. Так, что хочется посмотреть? Давайте посмотрим плюс сайз. А, вот, посмотреть все. Чаще всего плюс сайз в манго, вот, на сайте бренда выделен... Мне не нравится, как он выделен на сайте бренда. Очень скучные бывают вещи, поэтому я предпочитаю смотреть общий каталог и смотреть уже размерный ряд всех этих вещей. Красивое платье, но я не знаю, на самом деле, насколько... А до какого размера здесь представлено? До 2XL, ну, то есть до 54-56 размера российского. И, да, видимо, на сайте нельзя его заказать. Видимо, сайт работает только для ознакомления в России, а покупать нужно все в физических магазинах. Платье безумной красоты, очень красивый красный цвет. Да, очень красивое платье. Может, мне такое надо? Я всегда вот так вот выбираю что-то для клиента, а потом покупаю сама себе. Все. Да, очень красивое платье. Я бы его, например, даже могла бы застилизовать каким-нибудь, если уже такая осень идет более тяжелая, да, то есть уже холодненькая осень идет, то с каким-нибудь сапогами и водолазкой, например. И даже, возможно, красного цвета водолазкой, и это бы абсолютно обновило это платье и сделало бы его супер универсальным. То есть я бы его поносила на какие-нибудь там мероприятия, например, да, или какую-то встречу, или какое-то, я не знаю, какое-то мероприятие, да, а потом придула бы еще такую его стилизацию с сапогами и водолазкой. Причем водолазка может быть и контрастной, и в тон этого платья, или, например, красной какого-то другого тона тоже, или она может быть оранжевой. Ну, то есть тут можно экспериментировать. Давайте я его сохраню. Да, здесь представлен костюм на кулиске, гусиную лапку. Давайте посмотрим, что это за костюм. Красивая стилизация. Посмотрите, какая расслабленная, классная стилизация с широкими джинсами. Мне нравится. Коричневый цвет сейчас очень актуальный, такой кофейный оттенок. Интересная фактура ткани, но на больших формах, мне кажется, такая гусиная лапка может простить очень образ. И здесь нужно, конечно же, носить эти части костюма по отдельности. Либо брюки с чем-то полуспортивным, с худи, с толстовками, с какими-то джемперами. Либо вот как здесь представлено с жакет и какой-то неформальный низ. Очень неформальный, очень легко застилизованный, который будет здорово компенсировать скучную, довольно взрослящую ткань гусиная лапка. Так, друзья мои, я не буду его сохранять даже. Поехали дальше. Я сохраняю только то, что мне очень понравилось. Так, что мне нравится, это жакет твидовый. До какого размера? Он до 4XL идет. То есть вполне себе огромный размерный ряд. И вообще вот это сочетание серого денима и простых, с простыми трикотажными майками, как это сделано вот здесь, очень классная стилизация, которая будет не взрослеть, потому что твид, он тоже на больших особенно размерах может быть таким очень взрослящим. А здесь, наоборот, в такой комбинации тканей выглядит это все очень свежо и актуально. Давайте сохраним этот жакет, пусть будет. Вдруг кому-то нужен такой жакет. Джинсы скини, кстати говоря, опять возвращаются. Носить их можно с высокими сапогами, с большими объемными верхами, жакетами, рубашками и все то, что, например, закрывает посередину бедра. Все это будет очень классно, актуально выглядеть, поэтому не стесняемся, вспоминаем, достаем из шкафчиков наши всеми забытые скини. Вот такая комбинация, как на вот этой девушке, безумно ужасная. И мне так странно, что почему-то регулярные каталоги, вот как мы сейчас видели, да, Богемиум Бьюз, да, там очень красивая, классная стилизация, а почему-то на стилизации плюс сайза здесь супер скучно как-то. Ну, понятно, что это каталожная фотка, это для фото для каталога всегда. Больше статики, понятные образы, которые не вызывают вопросов. Но здесь не то, что понятный образ, здесь он просто плохой. Я, например, при взгляде этой фотографии не возбудилась, меня не впечатлила эта стилизация. Я сейчас говорю не про фигуру девушки, а я говорю именно про стилизацию. Что еще хочу посоветовать? Вот такой классный лонг, джемпер с контрастной отделкой. Давайте посмотрим состав. Состав, состав. Вискоза, полиэстер, полиамид, кашемир. Хороший состав. Это классная такая поддева, как говорится. Да и не только поддева, он довольно плотный, кстати говоря, судя по фотографии. Да. Так что, как самостоятельная вещь, он отлично может сработать. И мне очень нравится эта контрастная полоска, которая создает впечатление дубляжа одной вещи. То есть, как будто под этим темным лонгом надет белый лонгслив, и все это прекрасно выглядит. Давайте его сохраним. Размера до 4XL. Ну, на сайте представлю, не знаю, как в магазинах. Возможно, в магазинах нет такой широкой размерной сетки. Обычно онлайн только можно найти. Далее возвращаемся в каталог. Плюс сайз. Что хочется здесь отметить? Как-то грустно все, друзья мои. Грусть, тоска. Так, ну, красивая вот эта юбка, например. Она, кстати, на... Сейчас на распродаже. И ее вполне можно взять и в осень тоже в первые несколько месяцев. И вообще потом ее можно носить на брюки, ее можно носить с леггинсами, с высокими сапогами. Просто очень красивый цвет. Я не очень люблю такую блестящую ткань, но сам цвет и фасон мне очень нравятся. Поэтому давайте я ее сохраню. А вы уж сами там решите, что вам по душе. Став 100% полистер. Ну, для низов, в принципе, это нормально. Низ, полистеровский низ, я обычно к этому абсолютно нормально отношусь. И ничего не вижу в этом плохого. Потому что, если он будет натуральный, то, значит, это сразу будет все очень супер-мега-мяться. И выглядеть это все будет не очень. Хорошая вот эта блуза базовая. Для плюса и не для плюса. Просто очень красивая блуза, под которую можно купить контрастное белье. Просто вот такое маечного типа. И она там будет выглядывать, создавать такой контраст, многослойность. Либо носить ее открыто, как здесь представлено. И просто подбирать белье так, чтобы ваша грудь была упакована так, как вы себе это позволяете. Но это полистер. Я это уже чувствую. А, нет, это 100% вискоза. Но это распродажа. Поэтому я не уверена, что она где-то может быть. Это как раз вещь, которая будет являться базовой. Потому что ее очень легко можно вписать в любой гардероб. Так, и давайте закончим уже с манго. Очень красивое вот это платье. Просто безумной красоты. До размера, до 4XL размерный ряд. И очень красивый цвет. Конечно, на чернокожих девушках всегда все выглядит очень круто. Поэтому они и рекламируют часто. Чаще всего яркие цвета. Любые вообще цвета. На них выглядит всегда очень красиво. Очень красивое платье. Я вообще такое взяла. Но мне не надо. Да, мне не предстоит никаких специальных событий. А так я не ношу полувечернее платье в жизни. У меня немного другой стиль. Как вы можете понять. Но если вам нравится такого плана платья. Или вы приглашены на какой-то день рождения. Или еще какие-то события предстоят. В ближайшие несколько месяцев. То обратите внимание. Такой фасон будет очень-очень вытягивать фигуру. И он вне времени. Он очень универсальный, стилистический. Его можно по-разному обыгрывать. Опять же. Его можно носить и зимой, и летом. И будет очень всегда комфортно. Можно, кстати, прикупить еще плечики. Такие подплечники. Как они называются. И сделать более четкую линию плеча. Тем самым сузив еще больше талию. И создав вот этот вот силуэт песочных часов. Так, свитера, кардиганчики. Врубчик, не врубчик. Ой, слушайте, друзья. Я так не люблю все эти утепляшки. Потому что... Да, потому что кардиганы и вообще такого рода трикотаж. Вот как представлен здесь сейчас на экране. Всегда фигуру деформируют. И все это выглядит, не знаю, неряшливо в итоге. Но иногда хочется. Например, когда очень узкий низ. Например, какие-нибудь джинсы скини. Или кожаные джинсы. Кожаные брюки. Короткие шорты кожаные с ватфортами. Тогда, наверное, вот такой мягкий. Еще и варсистый. Трикотаж очень был бы уместен. Поэтому я голосую за жакеты и бомберы. Вот здесь вот с этой юбкой из трикотажа представлен хороший кардиганчик. Он напоминает чем-то... Вообще хороший костюм, кстати говоря. Вот обращаю ваше внимание. Хорошие костюмы на крупных и не на крупных фигурах. Кардиган напоминает бомбер. И вообще форма маленького бомбера. И преувеличенной формы, и маленького бомбера. Всегда очень комплементарно разным типам фигур. Он немножечко собирает верх, обозначает сразу же немножечко талию. И расставляет правильные акценты. 53% вискоза, полиэстер, полиамид. Нормальный состав для такой вещи, в принципе, неплох. Это тоже базовая вещь. Мы же сегодня и про базу говорим с вами тоже. Поэтому сохраняем его в подворку. Так, хочется отметить вот этот вот верх на девушке. Это про брюки у нас идет. Просто хочется обратить внимание. Это я просто открою, потому что сохранять нечего. Такой вот вырез. Очень красивый вырез, который может подойти, украсть любую. И сделать очень женственным ваш образ. Внизу при этом может быть что-то супер маскулинное. Широкие брюки палаца, юбки. Какие-нибудь брюки карго. Широкие джинсы, вайды и так далее. Очень много таких вещей есть на Валберес, если что. Просто поищите. Это небольшие усилия нужно сделать. Так, сохранять не буду. Просто запоминаем эту модель. Итак, мы переходим к Заре. Ну, конечно, куда мы без Зары? Потому что Зара – это кладезь новых трендов. Это то, без чего не обходится ни один модный гардероб. Я имею в виду тренды, имеется в виду не Зару конкретно. Открываем вкладку Нью. Как обычно, смотрим, что нам предлагает в качестве inspiration. Вот такой лукбук. Это сразу же животные принты или принты. Это стиль 90-х. Минимализм. Очень красивое платье. Вот это серое безумной красоты. 90-е и 2000-е с сапогами. Короткая длина. Тоже вспоминаем прошлое. Это юбки из денима. И вообще-таки тотал деним образы. То есть и верх, и низ из денима. И, конечно же, опять животные принты, которые, если вы не любите носить где-то в зоне, воротниковой зоне, то, пожалуйста, это может быть сумка или это может быть обувь. Сейчас будем смотреть. Я обычно делаю вот так, чтобы можно было сразу увидеть всю палитру коллекции, как говорится. И что бы я здесь положила бы в свою корзину? Ну, конечно же, вот эту юбку. Сразу же открываю ее в новой вкладке. Очень красивая просто с фотографией, с этой подушкой или что это, сумка, что это, я не знаю. Юбка с клиньями, очень шикарная юбка. И, мне кажется, для осени будет здорово. Понятно, что не на слякой, но почему бы и нет. Тем более, такая юбка, она отлично будет смотреться и следующей весной. И поэтому я рекомендую на нее обратить внимание. Размерный ряд в Zara до и размера XL или 2XL. Еще здесь очень важный момент. Это необработанный край. Тоже один из трендов. И, например, с каким-то жакетом или с трикотажем обычным, контрастным даже может быть. Эта юбка была бы самой-самой сердечком, била бы. Еще очень классно, мне очень нравится сайт Zara тем, что сразу же можно еще увидеть сопутствующие товары и вообще сопутствующие образы вещей, которые из этой же стилистики, похожие на это вещи. Еще одна, кстати, давайте сохраним эту юбку сразу же. Еще одна юбка, которая мне понравилась, тоже. Также юбка в стиле 70-х. А мы помним, что стиль 70-х тоже очень актуален. И такая юбка украсит очень разные фигуры. И с широкими бедрами, и с узкими бедрами. Она будет смотреться хорошо. Это, я так понимаю, хлопок. Вот здесь можно посмотреть состав. Да, 58 это хлопок, 42 полиэстер. Это значит, что она не будет супер сильно мяться. Но мы этого не знаем наверняка. Хорошая юбка, тоже ее сохраню в подборку. Вдруг вы ищете классную юбку, демисезонную, которую можно носить вплоть до поздней осени, если вы предпочитаете какие-то свежие оттенки в гардеробе. Возвращаемся дальше. Что еще меня здесь очень привлекло? Давайте смотреть. Ой, а что это такое? Смотрите, какой красивый кладч. Ой, вот это очень красивая футболочка. Это какая-то у них коллаборация идет с Магритом. Это не коллаборация, а такой к дань классики художников. Очень красивые принты, естественно. В общем, Магрит, я, кстати, была на выставке Магрита неоднократно. В Сан-Франциско. Было очень, очень красиво. Ну, вообще, такая классная, классная штучка. Ее можно покрутить здесь, да, приблизить, отдалить. Посмотреть, как она внутри, вот так она внутри открывается. Классный такой аксессуар, который разбавит любой классический костюм. И он сразу же становится вечерним. Мне кажется, это тоже находка, которая стоит, да, не супер дешево, да, но она, зато из нее вы не вырастите. Ничего с ней не случится. Будет просто украшением, классным, запоминающимся элементом, акцентом в вашем образе. Я ее тоже сохраню. Несмотря на то, что она супер летняя. А у нас все-таки осенний шопинг. И футболка, которая, кстати, может быть и в осеннем гардеробе тоже. Пожалуйста, мне кажется, что такой красивый художественный принт. Всегда выглядит уместно в любых образах и может стать тоже акцентом с очень базовыми вещами, такими как базовые брюки, джинсы, кожаные брюки, вельветовые брюки, о которых мы сегодня говорили. И любые жакеты сверху тоже будут отлично смотреться. Поэтому принт великолепнейший. Да, берем. Ну, здесь на что хочется обратить внимание. На то, что платформа вошла в чат. И то, что мы носили в начале десятых годов. Да. В одиннадцатом, двенадцатом году. В десятом году. Эта платформа. Опять же, это дань в семидесятом. И то, что показала в этом году Дом Хлоя. Это как раз из той тенденции, из той тематики. Потому что это один из самых больших трендов платформы. И если говорить наперед, на зимний период, то, опять же, платформа, мне кажется, очень классно работает и зимой тоже. Особенно, если вы любите каблук. Если каблук устойчивый, безопасный, то, возможно, это не самый безопасный, но можно найти и поменьше, да, платформу и каблук. То это как раз для зимы, для такой слякотной погоды будет очень хорошо. Я имею в виду сейчас именно платформы. Я не имею в виду босоножки, которые здесь представлены. Мы говорим сейчас о платформе. Далее мы идем. Здесь, опять же, такие рюши, как обычно, как было в Манго, да, мы уже видели сегодня. Юбки-баллоны, вот такие очень микро-юбки-баллоны, которые нас уже немножко не интересуют. Потому что все-таки мы выходим из лета постепенно. Мы хотим уже осенью. Еще один очень классный тренд, на мой взгляд, это, здесь речь идет о плате на этом конкретно, карточке товара. Но меня здесь интересуют как раз-таки высокие перчатки, которых, к сожалению, только на картинке. Мы просто их запомним, что вот такая форма аксессуаров тоже очень актуальна в этом сезоне. И может разнообразить любое платье летнее, которое вы хотите взять с собой в осень. Конечно же, я не могу не обратить внимания на это бордовый классный, очень-очень премиальный, мне кажется, цвет, который заменит черный цвет. И уже заменил его, и стал его большим конкурентом. Поэтому обратите внимание на этот цвет гнилой вишни, на этот роскошный поистине цвет, который может быть для вас открытием в этом сезоне. Такого же плана обувь есть в BeFree. Так что, если вы ищете что-то в России, где можно это купить, то это можно сделать очень легко в BeFree и очень недорого. Еще один вариант, на который хочу обратить внимание, это вот такие проспортивные элементы в одежде, которые могут, опять же, классно сочетаться с классическими вещами. И в этом будет состоять, собственно, изюм вашего образа, что вы такие спортивные вещи включаете в свой образ, и они становятся ярким элементом и стилеобразующим элементом в вашем образе. Я тоже сохраню как Inspiration, для того, чтобы вы помнили об этом тренде на спорт, футбольный спорт, потому что это такая футболка из конкретного вида спорта. Далее у нас идет сплошное лето, и, честно говоря, в осень я... Здесь, конечно, можно что-то взять в осень, но что-то такое остромодное, ну, наверное, вот, например, только эти клоги смешные очень, которые могут стать тоже очень классным акцентом в вашем образе, если вы любите что-то эксцентричное и планируете внедрить этот принт вот таким вот образом. Я тоже его сохраняю, потому что это один из мощнейших трендов, который будет с нами еще долго. Еще один очень красивый, классный вариант внедрения цвета – это сумка вот такого темно-бордового оттенка, бургунди его можно назвать, как он, собственно, бургунди-ред, его здесь называют Зара, в очень правильной базовой форме, которая станет для вас базовой. Эта сумка не черная, наконец, потому что все любят осенью надевать черный цвет и вперед на всю зиму. Здесь мне понравились вот этот сет из украшений. Почему? Потому что, во-первых, это серебро, а я почему-то в последнее время как-то больше по серебру, и мне больше нравится, наверное, этот оттенок металла. И это такое стендмент украшения, которое, опять же, хорошо будет смотреться и на открытом теле, да, как здесь представлено на модели, и на каких-то закрытых, на рубашках, на каких-то, да, на джемперах, на open shoulders каких-то вещах, когда плечи открыты, например, на водолазках. То есть такая яркая вещь, как такое украшение, сработает и будет очень здорово смотреться, поэтому я сохраняю. И это, кстати говоря, тоже эстетика Боха, которую мы сегодня, видимо, с вами, и в ней мы с вами, мне кажется, и останемся. То же самое, кстати говоря, тоже очень красивое на таких веревочках в золотом цвете. Тоже мне очень нравится, я тоже сохраню этот шоппинг. Совсем не осенняя вещь, конечно, но мне кажется, что она вне времени, и если вы, например, ищете или собираетесь на какой-нибудь отдых осенью, да, в сентябре, в октябре, то вот такой костюм, мне кажется, будет служить вам верой и правдой. Очень расслабленный, красивый принт, неолеповатый и универсальный для разного телосложения. И не устаревающего времени. Такой в, можно так сказать, гуччи на минималках, так это назовем сегодня. Очень красивые брюки и кимоно. И мне кажется, что даже ранней осенью, в принципе, тоже можно носить и в городе такой костюм. Хотя, конечно, это уже под сомнением. Либо можно носить дома, если вы, например, любите и много времени проводите дома, то такой костюм можно легко внедрить в свой домашний рацион и носить его. Жаль, что он из 100% полиэстера. Но зато вы теперь увидели гуччи на минималках. Ну и чтобы завершить образ, как говорится, я бы взяла вот такие перстни. Потому что они отлично будут смотреться с тем колье, которое мы выбрали в начале. И дополнять любой, даже самый деловой образ. И делать его, как говорится, немножечко в стиле Джека Воробья. Немножко рокерским его делать даже. За счет вот этой фактуры металла и камней. Очень красивая вот эта пара обуви. Опять же, не супер осенняя, но очень похожа на Миу Миу, понятное дело. Референс мы все понимаем. Но если, например, вы ищете обувь для того, чтобы носить ее на работе, быть модными на работе, то вполне себе хороший вариант. Или, кстати, вот с тем костюмом с флористическим принтом. Следующий у нас магазин будет какой? Правильно, BeFree. Итак, мы заходим на сайт BeFree. Здесь все очень красиво и красочно. Здесь сейчас промо-коллекция Sport. Очень красивый модный лукбук. Всем советую просто заходить на сайт и инспирироваться. Мы заходим в раздел новинки. И у нас, посмотрите, какая красота. Это сразу же можно брать в корзину. Потому что я считаю, что если мы вот говорили о трикотаже нескучном, то как раз вот этот трикотаж является нескучным. И да, он увеличивает, преувеличивает немного форму. Но так как мы уже все привыкли к каким-то, я не знаю, оверсайзам и все, к чему прикасается оверсайз, мы уже как бы это все немножечко впитали и с этим живем уже давно. Здесь появляется вот эта новая классная фактура. При этом, так как это кардиган укороченный, то это значит, что у вас всегда будет акцент на талию, будут видны вход ноги в бедро, и это не будет делать фигуру грузной. Поэтому это не опасный вариант, если вы боитесь себя преувеличить. Короче говоря, я точно кладу эту вещь в свою корзину, в свой шоппинг-лист, как говорится. Конечно же, это, так как это BeFree, то это полиэстер. Но для второго слоя вполне нормально иметь что-то и из полиэстера. Очень классная, эффектная вещь. Всем рекомендую. Я обязательно ее примерю и сделаю какой-нибудь обзорчик на BeFree в ближайшее время. В белом цвете я не взяла. Почему? Потому что, наверное, уже за лето белый цвет немножко поднадоел. А вот этот бежевый сложный, который классно будет сочетаться с серым цветом, с серым денимом, с черными цветами, с бордовым цветом, кстати говоря, тоже, мне кажется, очень классно может выглядеть. Конечно же, да, это не базовая вещь. Смотрите, какие классные есть, просто безумной красоты, широкие брюки из стираной искусственной кожи. То есть там, видите, следы от стирки видны. И это очень классный, как бы под деним такой вот заход, который здорово выглядит. И с этим кардиганом, с которым я уже сохранила, тоже будет классно выглядеть. Так, это мы тоже сохраняем. Так, на что дальше мы обратим наше внимание? Конечно же, профилирующий продукт BeFree это джинсы, поэтому еще очень классный кардиган. Боже, сколько классных вещей. И посмотрите, минус 20 на все. Пожалуйста, вам тут промокодик сразу же. О, друзья мои, прямо осень в BeFree удалась, мне кажется. Надо просто все брать в корзину по такой особенно цене. Давайте посмотрим бомбер. Только я хотела бомбер бордового цвета, а его здесь почему-то нет. Значит, есть такой же бомбер, но бордового цвета. Видимо, мы до него либо не долистали. В черном цвете, потому что он хорош тем, что он, во-первых, закрывает попу и имеет вот такой скошенный вид. Он имеет капюшон. И вот это то, чего мне не хватало прошлой весной, когда я себе купила бомбер похожего плана в Love Republic. И мне не хватало капюшона, потому что шапки я не ношу, у меня короткая стрижка. Либо я ношу только какие-то специфические шапки. А капюшон мне был жизненно необходим, потому что ветер, снег, в смысле, голову хочется прикрыть. И так как это оверсайз, то, скорее всего, такой бомбер будет хорошо садиться и на мой размер тоже. У меня размер LXL в Be Free. Так, я сохраняю пока черный, но вообще в коллекции должен быть и бордовый. Бордовый очень красивый. Я себе точно куплю бордовый цвет на эту осень. Так, и ботинки с таким бордовым тинтом. Это прямо must-have сезона, со скошным каблуком, с узким голенищем, который имеет резинки. Классная вещь. Каблук. Я так соскучилась по каблукам, живя в Калифорнии, что теперь вот ношу их прямо хвосты в гриву и не стесняюсь покупать себе особенно устойчивые каблуки. Здесь он довольно высокий, но комфортный, на мой взгляд. Поэтому эту вещь мы точно берем с собой в осень. Особенно с бордовым тинтом кожи. Это, понятное дело, кожа зам, но выглядит все очень достойно и великолепно. Ну и вот, короче говоря, вот он бомбер бордовый. И вот они лодочки. Слинбеки, так называемые. Бомбер, пожалуйста. Но бомбер здесь, кстати, другой. Вот там был, я его сохранила в шопинг-лист. Вы видели, да? У него скошенная была задняя полочка, то есть спинка. А здесь он все-таки одной длины, но при этом есть... У него такой двойной эффект идет, как будто там надет свитшот на молнии. И сверху вот этот вот очень красивый цвет. Бордовый. Сохраняем шопинг-лист. 599, очень классная цена для верхней одежды. Пожалуйста, запоминайте. И слинбеки, которые, кстати говоря, я уже себе купила, лакированные, с ремешками. Они до 39 размера идут, но на мой почему-то 41 были как раз. У меня 40-41 размер. Я их с носочками в последнем видео, если вы смотрели на моем канале, их использовала. Так что я их сохраняю в наш шопинг-лист обязательно, потому что без таких лодочек не может обойтись ни одна модница этой осени. И здесь очень красиво представлена офисная коллекция линейки Smart. В BeFree есть такая линейка. Все можно приобрести. Пожалуйста, смотрите на стилизацию, рассматривайте эти картинки на сайте, потому что наши стилисты очень талантливые. Чего стоит, например, вот это платье и стилизация его... Точнее, это не платье, а просто лонгслив, open shoulders. Посмотрите, как классно застилизовали его стилисты. Вместе с рубашкой еще один способ, как можно носить open shoulders, если вы, например, не любите вам холодно осенью, например, надеваем на рубашку и вперед. Не может обойтись ни одна модница этой осени. Ну и здесь хочется обратить внимание опять же на стилизацию. Обратите внимание на то, какая классная есть куртка лаковая в стиле 90-х, которую можно стилизовать с очень яркими вещами, такими как полупрозрачная юбка из шифона или это может быть юбка прозрачная, как здесь. Вот эта юбка, это просто мега-тренд, который я всем советую приобрести. Юбку, которую можно носить на другую юбку, юбку, которую можно носить на леггинсы или на джинсы, или простые базовые брюки. В общем, юбка просто мега-крутая. К сожалению, она только до размера L. Я бы себе такую приобрела, но она довольно маломерит. Сразу предупреждаю. Так что для девушек, которые имеют размер S, для вас этот продукт будет в самое сердечко должен попасть. Еще очень классный вариант на осень это жакет-бомбер. У меня, кстати, такой есть в размере L. Он напоминает очень сильно чем-то Prada. Он выполнен из костюмной ткани на молнии. И классно будет смотреться, составлять такие сеты для какого-то полуделового, формального, неформального офисного образа. Можно сочетать его с полупрозрачными фактурами. Либо, как здесь, например, с полупрозрачной фактурой юбкой, горох, тоже будет выглядеть очень здорово. А еще классно смотрится это все с бермудами. Сейчас мы поищем их. Одежда. Брюки-леггинсы. Кстати говоря, кто искал Джорджи, пожалуйста, вот они. Есть в нескольких цветах. И здесь я хочу найти шорты-бермуды костюмного плана. Вот они. Тоже у меня такие есть. Они напоминают чем-то юбку-шорты. И выглядят очень классно. И будут смотреться здорово с сапогами, с плотными колготками, либо с босоножками. А вместо какой-то юбки или джинсов, мне кажется, классный формат для того, чтобы носить его в офис. Давайте его тоже сохраним. Еще один тренд, который я уже упоминала в прошлом своем видео, это батина куртка, которую кто-то раскритиковал. Но на самом деле все зависит от стилизации и от того, как вы эту куртку миксуете между собой. Что у вас на голове, что у вас в голове и так далее. Я, кстати, здесь она представлена в черном цвете. У нее вельветовый воротничок. И, по-моему, да, какая-то классная подкладка. Классная куртка вместо, например, косухи. Если вы ищете какую-то альтернативу к косухе, то я рекомендую брать именно такую модель. Так, с BeFree все. Давайте перейдем в H&M. И у нас получится, что мы взяли два бренда, которые доступны в России и два бренда, которые просто инспирируют нас на шопинг за рубежом. Итак, открываем сайт H&M. И что мы здесь видим? Разное абсолютно. Разное. Что мы здесь видим? И давайте с вами посмотрим просто на новинки. Просто вот заходим в самое новое. Женственность и романтизм у нас здесь представлены. Красивый какой-то жакет. Давайте его тоже сразу же откроем. Посмотрим. Деним плюс деним. Мы уже сегодня это усвоили с вами. Ага, вот смотрите, красивый венек топ, о котором я вам говорила в самом начале. Очень красивая двойка, маленькая юбочка и куртка. Такое же платье. Посмотрим еще на жакет. Я хотела долистать до какой-то тоже офисной униформы, которую недавно видела. Буквально на днях я все-таки сюда заходила и что-то тут смотрела. Я нашла эту картинку. Тоже мы сейчас ее посмотрим. Это серый цвет, потому что серый цвет сейчас тоже безумно актуален. И он всегда выглядел классно. Так, ну что ж, давайте начнем. Ага, здесь у нас вообще джинсы со стрелками представлены, а не жакет, о котором я говорила. Ну что ж, давайте посмотрим. Во-первых, здесь очень классная стилизация с какой-то бахромой. Вообще эти джинсы просто безумно крутые. Мне они очень нравятся, поэтому они скроены, как будто это брюки костюмные, но из денима. Поэтому давайте их сохраним, потому что деним осенью нам тоже нужен. И здесь это достойный довольно-таки вариант. Жакета, кстати говоря, здесь не видно. Зато видны вот такие кардиганчики, которые я тоже рекомендую носить с обычными базовыми майками, застегивая только середину, то есть верх и низ у вас должен быть расстегнут. И здесь это очень красивое исполнение с маленькими вот такими пуговичками, которые станут очень женственным украшением вашего образа. И, кстати, широкий размерный ряд конкретно в этой модели. О, вот еще, кстати, еще один тренд, который есть, кстати, и биф-при. Если вы покопаетесь на сайте, вы тоже найдете полупрозрачная юбка. Это я имею в виду, если вы ищете аналог H&M в России, то это, конечно же, биф-при. Потому что там все остромодные тренды у нас представлены. Так вот, здесь это вот такая классная полупрозрачная юбка. Вы скажете, зачем мне такая? Я вам отвечу, что ее очень здорово надевать даже на какие-то леггинсы, джинсы или юбки подлиннее, тоже в такой же форме. Это просто очень трендовый вариант либо поддевать под юбку и чтобы создавать такой многослойный эффект. Ну, а для смелых натур, конечно же, здесь мог бы быть какой-нибудь удлиненный верх или футболка удлиненная, или рубашка удлиненная, или джемпер удлиненный, который закрывает, соответственно, до середины бедра. И тогда эта юбка просто продолжение джемпера и выглядит как платье. Так что не стесняйтесь носить странные вещи. Мне кажется, что в этом, собственно, суть моды и стиля, чтобы пробовать разное и не зацикливаться только на одном. Еще одна классная вещь, которая, кстати говоря, будет классно работать с блузой, которую мы сегодня положили в наш шоппинг-лист, это карго-пенс, то есть карго-штаны с накладными карманами, очень такая униформа рабочего, но совмещать ее, то есть сочетать ее лучше всего с очень романтичными какими-то вещами. Это кружево, это шелк, это какой-нибудь принт девичьи, типа мелкий цветочек или горошек, и тогда эти брюки будут классно работать на контрасте. Поэтому берите на заметку тоже вот такой вариант для комбинаторики. Здесь вот этот вот приталенный винек, очень красивый, и посмотрите, здорово работает с базовыми брюками. Я его сохраняю, потому что это просто очень красивый образ сам по себе, и сама вот эта вот открытая шея, плечи, тоже и спина, потому что здесь он работает с две стороны, тоже очень здорово выглядит. Здесь мы смотрим мини-юбку, и вообще общий образ, да, мини-юбки, это могла быть и не мини-юбка, это могла быть макси-юбка, например, и сверху жакет в тон этой юбки, и выглядит это все очень роскошно, дорого и по-осеннему прекрасно. Здесь я хотела посмотреть на вот эту куртку, тоже симпатичный вариант, и с брюками карго, и с шортами-бермудами, тоже будет очень здорово смотреться, такой легкий вариант на осень. И еще очень красивый жилет, к сожалению, здесь не видно, как он сидит, но он приталенный и удлиненный, это сейчас тоже очень актуально, носить его лучше всего либо с очень облегающим верхом, не с блузами, с рукавами какими-то, не с рубашками, а именно с очень облегающим каким-то тонким-тонким, лонгсливом, например, или футболкой, или просто майкой, или на голое тело, тогда это будет выглядеть очень красиво. Да, и вот мы дошли до юбки прекраснейшей, она, вы видите, длиной миди, но вообще сейчас возвращается длина по колено, о боже, но все-таки я рекомендую пока останавливаться на этой длине, пока вы ее не доносили, просто посмотрите, какое красивое сочетание лонгслива, какой-то полупрозрачный, там тоже фактуры топ с какими-то красивыми, и создается такой многослойный образ, просто безумной красоты и юбка, и в целом образе, я вот сохраню целый образ, чтобы вы просто напомнили себе, о чем я говорила, когда рассказывала об этом сюжете. Здесь, что хочется отметить, обычный, например, свитер с рукавом регланом, посмотрите, как замиксован с водолазкой и рубашкой, подвернуты, как рукава, водолазка тоже, вот все это имеет такой многослойный вид, который создает очень классное, модное ощущение от образа, несмотря на то, что это вообще-то абсолютно базовые, простые вещи, мне кажется, могут быть у каждой в гардеробе. Ну и темно-синий деним, конечно же, выглядит очень чисто, очень, опять же, дорого, хотя я не люблю это слово, очень комплементарно и подходит, мне кажется, многим. Поэтому берите на заметку, я просто сохраню вам образ, а вы уже можете собрать по его аналогии себе какой-то вариант из тех вещей, которые есть у вас под рукой. И еще одна такая вещь, которая, мне кажется, может быть тоже в гардеробе, является такой ключевым трендовым моментом, это махеровый свитер. Большой или маленький, как здесь, да, то есть абсолютно можно купить на несколько размеров больше и просто закутываться в него, как в плед, а можно носить его, как маленький свитерок, который, наоборот, собирает весь образ. То есть здесь можете вот с этим моментом играть. Да, махер скатывается, это правда, это не всегда удобно и комфортно, но зато это очень красивая фактура, с которой легко сочетать и ту же юбку, которую я показывала до этого, и деним, и кожу, и вельвет, и делать многослойные образы, и минималистичные, просто, например, простая какая-нибудь шелковая, простая, например, шелковая юбка или кожаная юбка мини, или макси, или миди, гаде, в общем, клейчатая юбка, и вот такой классный махеровый свитер, который станет просто очень красивой фактурой в вашем образе. И напоследок вот такой аксессуар я нашла на сайте H&M. Их, на самом деле, много, можно посмотреть, и на российском рынке представлено много подобных моделей, например, в Poison Drop, в том же самом, и в разных абсолютно брендах. Тем же самым махеровым свитером, например, или с простейшим кардиганом. Здесь два металла, тоже очень классная находка, поэтому я ее тоже сохраняю в наш шопинг-лист. И давайте подытожим, что у нас сегодня получилось. Итак, давайте посмотрим, какой у нас получился гардероб. У нас есть полупрозрачность, полупрозрачность, у нас есть деловые моменты в образах, у нас есть базовые элементы в виде джемперов, жакетов и джинсов. У нас есть какие-то интересные фактуры, полупрозрачные и петельчатый вот этот эффект на кардигане. Полупрозрачные фактуры в виде юбки или платья. Есть такое же еще на оби-фри платье, которое можно, кстати говоря, носить с леггинсами, я это делаю. Что у нас еще есть? У нас есть украшения, у нас есть классные, интересные низы, это юбки с клиниями или полусолнце, или просто колокол. Новые формы этих юбок, потому что до этого мы не рассматривали их. Есть трендовая обувь, это казаки, это балет под миу-миу, и с таким же анималистичным принтом сапоги. Есть пара сумок полубазовых, и все это можно замиксовать в классные образы, которые будут отражать вашу натуру. Вам осталось выбрать, что вам подходит больше всего, и написать в комментариях, какие еще бренды рассмотреть в следующий раз, понравился ли вам формат такого видео, и увидимся с вами в новых видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Bye! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok